Семь печатей Апокалипсиса. Ими запечатана книга с самыми точными пророчествами будущего. Иисус Христос держит эту книгу в своих руках, и Он один имеет власть снять семь печатей и открыть в Своей Церкви тайны происходящих и грядущих событий. Первая печать Апокалипсиса. Иисус снимает ее и появляется всадник на белом коне, в белых одеждах. Это Сатана. Он рядится в одежды Ангела Света. Первая печать открывает нам самое большое обольщение человечества. Люди верят лжи дьявола, а не истине Иисуса Христа. И сами отдают дьяволу, а не Богу, власть и правление. Вторая печать Апокалипсиса. Христос снимает ее и выходит другой конь, рыжий. Это всадник войны. Вторая печать открывает, что человечество следует за духом войны, отвергая Божью любовь. Люди финансируют войны. Гонка вооружений усиливается. За последнее столетие мир потрясли две мировые войны, и планета находится на грани третьего мирового военного конфликта. Третья печать Апокалипсиса. Господь снимает ее и появляется всадник на вороном коне. Это Мамона. Мир поклоняется и служит богатству, а не Богу. Ради власти и выгоды люди идут на самые низкие поступки и преступления. Третья печать открывает нам причину проклятия. Это бездуховность и материализм, поклонение деньгам, разврату, а не Иисусу Христу. Когда Христос снял четвертую печать, появился конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним. Ему дана власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Сняв четвертую печать Апокалипсиса, Господь открыл истинных врагов человечества. Это смерть и ад. Смерть убивает людей, а души неверующих в Иисуса Христа ад забирает вместо мучений и страданий. Пятая печать Апокалипсиса. Иисус снял пятую печать и показал небо и души убиенных за Слово Божие, которые находятся на небесах у Бога. Они взывают к Богу. Да коли, Господи, не судишь и не мстишь за кровь нашу? Последнее столетие ознаменовалось самым большим количеством убиенных за веру в Христа. Каждый год, по официальным данным, более ста тысяч человек убивают за христианскую веру. В 102 странах мира более 500 миллионов христиан не могут в полной свободе исповедовать свою веру. Христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой в мире. Это свидетельствует о том, что мы живем во время снятия пятой печати Апокалипсиса. Сегодня человечество стоит на пороге снятия шестой печати Апокалипсиса. Иисус держит эту печать в своих руках. Но люди пренебрегают Христом, который является спасителем мира. Вместо того, чтобы бежать к Богу, в церковь, изучать Библию, люди возлюбили больше мифы, сказки, басни, ложь, мистику, фантастику и философию. И не приняли любви Божьей для своего спасения. Когда Христос снимет шестую печать, человечество начнет видеть и станет участником того, что смотрят в фильмах. Глобальные катастрофы, страшные землетрясения, затмение Солнца и Луны, разрушение атмосферного слоя планеты, падение астероидов. Это будет время, когда живые будут завидовать мертвым. При этом Бог еще сдерживает зло. Он повелевает четырем ангелам, которые приготовлены, чтобы умертвить третью часть людей, не делать им вреда. Господь отмечает печатью 144 тысячи из всех колен Израилевых. Идет спасение остатка Израиля. Посреди катастроф Иисус показывает, куда отправляются святые. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали славу Богу! Седьмая печать апокалипсиса. Семь ангелов приготовились трубить. При звуке каждой трубы произойдут страшные события. И люди получат то, что они искали. Все, к чему они тянулись, что так хотели видеть в фильмах, станет реальностью. Град и огонь, смешанные с кровью. Глобальная экологическая катастрофа. Огромные астероиды потрясут планету. Тьма и мрак покроют землю. Черти выйдут из бездны. Люди будут мучимы мерзкими, отвратительными бесами. Разразятся воины с применением сверхоружия. Огонь, дым и сера убьют третью часть людей. Откроется духовный мир, и демоны станут реальностью. Ужасы потрясут людей. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть. Но смерть убежит от них. Далее, семь ангелов, имеющих семь последних язв, выльют семь чаш гнева Божия на землю. Каждая чаша произведет жуткие катаклизмы. Эпидемии, жестокие, отвратительные гнойные раны, язвы и болезни поразят людей, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Вода сделается кровью. Люди будут пить кровь за то, что они пролили кровь святых и пророков. Их будет сжечь испепеляющий солнечный зной, но они все равно будут хулить Бога, имеющего власть над этими язвами. Люди будут кусать языки свои от страдания, но не раскаются в делах своих, в поклонении бесам, идолам, в убийствах своих, в блудах, в колдовстве и воровстве своем, и не вразумятся, чтобы воздать Богу славу. Бог прав. Что люди ищут, то они и получат. Человек верит во что угодно, поклоняется кумирам. Самыми кассовыми и ожидаемыми являются фэнтези-фильмы про пришельцев, НЛО и супергероев, спасающих человечество. Но истина в том, что никто не сможет помочь. Только Иисус Христос — истинный спаситель мира. Он держит семь печатей апокалипсиса в своих руках. Сегодня прими решение, что тебе нужен Иисус как Господь и Спаситель. Беги в церковь, изучай Библию, спасай свою душу и помоги другим обрести спасение.